Моя земля пришел враг, врага надо уничтожать. Они обижают наших матерей, уничтожают наших детей, уничтожают наши храмы и тому подобное. Была у меня семья, квартира была, от моей квартиры ничего не осталось. В Киевском районе, то с аэропорта били градами, минометами, от моей хаты, что я 12 лет заработал в шахте, в моей хаты ничего не осталось. В боях принимал участие в Краматорске, Возвариной и Донецке. Я не в Уранине, но два раза легкая контузия, слава богу, в Краматорске получил легкую контузию и Возвариной. У меня второй бой серьезный был, там колонны уничтожены. Колонны из каких-то, чего колонны? Колонны с 8 БТР, где сзади граница была российская, получается, дорога на низ была. Типа, как у этого, фууу, дай бог памяти, типа как серпантинчика, там полторы суток сжали колонну, придождались. Артиллерия по нам работает, то есть грады, пенометы. Я знаю, что правый сектор, нацгвардия, по-моему, еще. Я не знаю, но я знаю, что вот сейчас башня выходит на лицевую сторону, там сидит правый сектор. Башня аэропорт. Да, и вот это вот двухэтажное здание, правый сектор. Базируется Песке, с левой стороны Авгеевка. Я могу даже назвать кто там. Батальон Днепр, один батальон Айдар, Натвардия. В основном наемники находятся в батальонах Азов, Днепр и т.д. и т.п. Насгвардии их нету. В основном они в батальонах находятся. То есть наемники. Их нанимает Коломойский, их и тварь. В основном они стреляют по Киевскому району, по поселку Октябрьский. Там орудия, минометы, грады, гаубицы Д-30. Д-150 даже. Д-150. В основном минометная мина падает, минометная мина падает навесом. То есть снизу, снизу, наверх, потом снова на низ. Гаубица, она летит по траектории. Можно и навесом еще. Но в основном по траектории бьют гаубицы. Ну и соответственно град. Какой день вы не спите? Я? Сложно сказать. Около недели. Ну больше недели. Но в основном 2-3 часа поспал. Нормально себя чувствует, хорошо. Вот мои браты, все вот, наш командир соответственно. Наш командир, все нормально, все хорошо. Не голодные все. Девушка, я воюю с апреля месяца. Я, понимаете, извините, не могу нормально себя отдохнуть, не могу нормально поспать. Вот я немножко устал. Но я знаю, что мои братья здесь. Дело было, когда я воевал в Краматорске. Мой, это, батька-атаман Бабай. Я воевал с ним вместе. А вот месяца уже как полтора-два назад погиб один из командиров Терской вовча сотни. О, позывной один. Много. Казахский галош. Да и то, сколько пацанов в свои галоши положили. Вся и даже царство небесное. Цветок. Когда у нас была остановка, паркинг, подземная стоянка. Нас три дня подряд не переставая крыльями, градами. Люди были голодные. И нечего было пить. И человек просто на гараже, там, толи колодец, за пять литров воды сложил свои головы. Я пока жил, пока еще здоровье есть я здесь. Ничего страшного. Погиблю, значит, погиблю. Моя бывшая жена, она уехала в Крым. От моих ничего не осталось. Ребенок, мужчина, в школу не ходит. Потому что школа в 58-е в Киевском районе разбомбили. Прямое попадание в 120-е мили. Крышу, пожалуйста. Это дело было 1 октября. Это, сволочь тебе, Порошенко, дай бог тебе, поду, греться и париться. Хорошо. Твои дети, твои дети, сволочь. По канарам. А мои по подвалам ночуют. Потому что, чтоб ты, сволочь, их не убила. Я тебя лично приду в Киев. Я тебе обещал. Это было давней, где я голову отрежу. Из-за пацанова отомчу всех. Я обещаю, слово дал, и я слово сдержу. Все. Мамочка, я вот, живой, нормально. Все, ну, так, немножко нас пощипали. Все хорошо, дай бог тебе здоровья, тебе привет. Всем привет, я живой, нормально, еще дрыгаю. Я вернусь, все нормально, все хорошо. Вот это мои братья все. Я за них, я за них горло порвусь. Хочу передать привет сыну. Даня, папа воюй, с папой все хорошо, папа придет. А где ваш сынок? Мой сынок, какая разница. Он меня, если увидит, узнает. Привет всем, кто меня знает, родным, близким, тетям, двоюродным сестерам, братьям. Все нормально. Не обижайтесь, что я не звоню. Ну, вот такое вот, да, это самое. Воюю, все нормально. Страшно, да, очень страшно, но надо. Это интервью мы брали у странника еще 12 ноября. А 14-го от позиции пожарная вышка остались руины. Семь бойцов были ранены, среди них и герой нашего сюжета. Оксана Волчонок, военный корреспондент «Восток», телеканал «Новороссия», аэропорт. Продолжение следует... Продолжение следует...